Сарапул Вести В этот день в актовом зале школы собрались представители администрации города Сарапула и Сарапульской городской думы, управление образования и городского информационно-методического центра, полуфиналисты и участники конкурса, педагоги, руководители образовательных учреждений, учащиеся родители. Предвосхитили зрелищный финал педагога года две церемонии награждения, в ходе которых участники отдельных этапов конкурса были удостоены учрежденных в этом году дипломов народное признание, а полуфиналисты – дипломов и памятных подарков. Профессия учителя, профессия педагога – это самая первая профессия на Земле. И она будет существовать, пока будут существовать наши дети, а значит все человечество. Конкурс профессионального мастерства проводится уже не впервые, сегодня показали его большую историю, и я думаю, что он будет жить долго, и мне было приятно присутствовать в прошлом году на подведении итогов конкурса педагога года Удмуртии, где в восьми номинациях два педагога из города Сарапула заняли первые места. Это говорит о высоком профессионализме работников высокой оценки коллег профессионального сообщества. И я думаю, что то количество участников, о котором сегодня заявлено, тоже не случайно. Безусловно, те люди, которые вышли сегодня в финал, они волнуются, как волнуется, наверное, любой школьник перед сдачей экзамена, любой студент при поступлении в высшее учебное заведение. Несмотря на то, что у кого-то больше опыта профессионального, у кого-то меньше, сегодня, как Сергеевич сказал, они на самом деле все победители. И, конечно, все присутствующие ждали выхода на сцену великолепной семерки – финалистов городского конкурса профмастерства «Педагог года», которые с честью преодолели четыре тура конкурсных испытаний и доказали, что они лучшие из лучших. При выполнении первого задания – баттла учебных предметов – финалистам необходимо было продемонстрировать знание своего предмета и умение им заинтересовать. Все семь участников финала прекрасно справились с этим конкурсным испытанием и еще раз доказали, что являются не только высококлассными специалистами, но и творческими людьми. Вторым испытанием для финалистов стал конкурс «Во» – время общения, в ходе которого каждому участнику был адресован видеовопрос родителей учеников. Компетентно и профессионально педагоги ответили на вопросы о том, как увлечь детей чтением, какими важными качествами должен обладать современный учитель, как помочь детям с выполнением домашнего задания и даже как решить проблему привлечения молодых специалистов в школу. В итоге победителем городского конкурса профмастерства «Педагог года» и обладателем главного символа «Совы в золотом» стала Ольга Мыльникова. Почетными грамотами Управления образования города Сарапула за второе место награжден Сергей Свояков за третье – Елена Садыкова. Им также вручены статуэтки «Сова в серебряном» и «Сова в белом» соответственно. Всем участникам финала вручены памятные подарки и денежные сертификаты. Все финалисты станут участниками республиканского этапа конкурса «Педагог года». С 15 марта во всех городах России стартовал федеральный проект «Сделаем вместе». Проект направлен на экологическое просвещение детей, подростков и молодежи, вовлечение подрастающего поколения в защиту и поддержку окружающей среды. Проект направлен на экологическое просвещение детей, подростков, молодежи, формирование у них ответственности за окружающую среду, вовлечение подрастающего поколения в защиту и поддержку окружающей среды. В Сарапуле проект реализуется на базе детского экологического центра. На первом организационном собрании активистов экологического движения с капитанами команд обсуждалась необходимость создания единого городского экологического отряда подростков, которые объединятся, чтобы действовать на благо экологии нашего города. Для реализации данного проекта недостаточно одного желания и активной жизненной позиции. Также необходим багаж определенных знаний, смекалка и творческая фантазия. Участники подготовили защиту своих команд, подготовили плакаты по защите природы. Также они будут участвовать во втором туре, это интеллектуальная игра, где им будут задаваться вопросы, а они должны их обсудить командой и ответить правильно. Третий этап, дети будут делать из бытовых отходов подделку, которую можно поставить на пришкольном участке или просто поставить у себя в комнате, то есть они дадут вторую жизнь упаковке. Всего в проекте приняло участие 23 команды из разных школ города. По результатам игры места распределились следующим образом. Первая игра. Первое место – команда «Экологи» школы номер один. Второе место – команда «Молния» школы номер пять. Третье место – команда «Алые паруса» лингвистическая гимназия номер двадцать. Вторая игра. Первое место – команда «Чистое небо» школы номер двадцать четыре. Второе место – команда «Хозяева планеты» школы номер двадцать четыре. Третье место – команда детективного агентства «СОС» – спасатели окружающей среды лицея номер 18. Победители были награждены грамотами управления образования и сладкими призами от Сарапольского хлебокомбината. 24 марта 2017 года в средней общеобразовательной школе номер 24 прошел фестиваль «Мир IT-профессий». Фестиваль был организован как профориентационное мероприятие, целью которого было содействие осознанному выбору профессии, учащимися 9-10 классов и повышение интереса к IT-отрасли. Основными задачами фестиваля стали стимулирование профессионального самоопределения школьников, знакомство с миром профессий, формирование у школьников интереса к составлению личного профессионального плана карьерного роста, развитие представлений о профессиональном образовании, привлечение потенциальных абитуриентов к поступлению в высшие учебные заведения Удмуртской республики. С напутственными словами к участникам фестиваля обратился заместитель главы администрации города Сарапола по социальной сфере Виктор Шестаков. Я вот уже посмотрел на первый ряд наших высоких гостей, очень рад, что действительно у нас начинает вырабатываться эта связь между школой, высшими учебными заведениями и потенциальными предприятиями, потенциальными работодателями, присутствующих здесь ребят. И очень важно, что мы начинаем понимать важность этих связей. Я бы хотел выразить огромную благодарность за ту поддержку, это агентство информатизации Удмуртской республики, которое всегда с нами на связи, всегда готово предлагать новые проекты, интересные. Потому что все мы, органы местного самоуправления, государственная власть, я думаю, что и многие другие организации предприятия заинтересованы, но самое главное, чтобы те дети, которые учатся у нас в республике, получали здесь высшее образование, были конкурентоспособными на рынке труда и оставались работать наши предприятия. Сегодня те предприятия, которые есть в нашем городе, в первую очередь, конечно, градообразующие оборонные предприятия, они становятся современными, они обновляются, они модернизируются. И сегодня слово IT-профессия, оно не пустой слог, это действительно востребованы специальности, в ней надо разбираться. Мы, к сожалению, надо признать тот факт, что проигрываем многим мировым странам в этом направлении. И несмотря на то, что в 24-й школе нет тех, наверное, условий, которых хотелось бы, есть самое главное, что должно быть у учителя, у педагогического коллектива. Есть огромная любовь к детям, которые здесь воспитываются, получают образование. Есть огромная любовь к делу, которыми занимается педагогический коллектив. Есть огромное желание сделать что-то большее, измениться, изменить школу, изменить подходы. IT-специалист – широкое понятие, объединяющее в себе представителей многих профессий, работающих в области информационных технологий. Это программисты, разработчики, администраторы сетей баз, модераторы и другие. Несмотря на то, что вузы выпускают большое количество специалистов в этой области, они остаются востребованными на рынке труда. Об этом говорили руководители ведущих компаний Республики, участники фестиваля. Я абсолютно уверенно могу сказать, что настоящие волшебники работают именно в IT-компаниях. Это никакая не сказка, это абсолютная правда. Давайте хотя бы на миг задумаемся, какую роль на сегодняшний день IT-технологии играет в нашей жизни. Можете представить сегодняшнюю жизнь без смартфона? Вот просто его нет. Сколько важных решений ежедневно принимаем мы с вами, взрослые и дети, просто полагаясь на ту информацию, которую мы получаем через тот же самый смартфон, через те же компьютеры. Мы понимаем, как много в нашей жизни на сегодняшний день управляется теми же самыми компьютерами. Знак, вернее, свет зажигающегося светофора определяется компьютером. Все банковские операции определяются компьютерами. Компьютерами определяется практически все на сегодняшний день. Но компьютеры не умеют думать. Они работают исключительно по программе. Но кто-то эту программу пишет. Кто-то создает программные комплексы, программно-аппаратные комплексы, взаимодействие между которыми определяет без малого нашу сегодняшнюю жизнь. Кто эти люди? Это какие-то зеленые человечки в космосе? Нет. Эти люди такие же, как вы. Эти люди – те ребята, которые получили соответствующее образование. Те, которые овладели профессией, получили знания, сели за компьютеры и стали создавать вот эти самые решения, которые мы каждый день с вами пользуемся. Этими людьми могут стать каждый из вас. Мы сегодня приехали в Сарапову с одной целью. Я привез лучшие IT-компании Удмуртской республики, их представителей, для того, чтобы познакомить детей вашего города, девятиклассников, с миром специальности IT. Рассказать о направлениях, о лучших практиках, поделиться с какими-то опытом от этих людей, от профессионалов по своему делу на самом деле. Вот это, наверное, главная цель. Чтобы ребята узнали изнутри, что такое IT-шник, чем они занимаются, чем они дышат. Я очень хочу, чтобы после общения с этим ребята действительно поняли, что такое специальность IT. И надеюсь, что в будущем они выберут эту специальность как их профессиональную деятельность. Вот, наверное, это главная цель. Мероприятия фестиваля были разделены на два потока по секциям. Первая секция – мир IT-профессий, где мастер-классы и игры на получение обратной связи от учащихся провели общество с ограниченной ответственностью мастер, Центр высоких технологий и ЭЛМА. Секцию реалий и перспективы представляли Сарапольский политехнический институт, Сарапольский техникум машиностроения и информационных технологий, а также крупные предприятия промышленного комплекса – Сарапольский электрогенераторный завод, завод «Эликонт» и Сарапольский радиозавод. Здесь ребятам рассказали о вступительных испытаниях, преимуществах обучения в учреждениях Удмуртской Республики, об условиях поступления на работу. Также в рамках секции представителями компании «Лада-С» были проведены тематические мастер-классы. Для родителей будущих выпускников были организованы круглые столы с руководителями компаний, где каждый мог задать интересующие вопросы о перспективах трудоустройства на предприятии IT-отрасли, вариантах обучения и повышения квалификации, о преимуществах работы в Удмуртской Республике. В заключительной части фестиваля по итогам мероприятия активным участникам вручили памятные подарки. 25 марта на базе средней общеобразовательной школы номер 25 состоялся первый этап открытого Кубка Удмуртской Республики по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Среди участников соревнований были спортсмены из Ижевска, Сарапула, Глазово, Каракулинского района, села Якшурбодия, а также соседних регионов Пермской области и Татарстана, возраст которых от 9 до 35 лет. На самом деле очень приятно, что Федерация спортивного туризма в Удмуртской Республике и Министерство Республики спорта доверила городу Сарапуу принимать такую ответственную и важную первую этапу в Удмуртске по спортивному туризму. Также приятно отметить, что этот вид спорта в нашем городе безусловно развивается. Все больше становится увлеченных ребят этим видом спорта. Даже стены этого спортивного зала, это всем тем, кто бывают здесь только на соревнованиях, не ребятам, которые учатся здесь, об этом говорят. Мы с вами начинали только с этой стены, сегодня уже и другая сторона, зала оформлена соответствующим образом. Все это говорит о том, что у этого вида спорта большое будущее. Спортивный туризм – это не олимпийский, молодой и динамично развивающийся вид спорта. Соревнование заключается в командном прохождении дистанции с преодолением естественных и искусственных препятствий, большая часть которых часто встречается в походах, а также в выполнении специальных заданий. Занимаюсь спортивным туризмом уже 5 лет. Попал я сюда, пробежав один раз в дистанцию в парке, мне очень понравилось, им как-то попало в сердце это все, и мне захотелось продолжить заниматься. Это сходило на тренировки, мне очень понравилось, и вот уже занимаюсь им 5 лет. Первое соревнование у спортсмена начинается где-то через полгода. Я очень старался, готовился, и первые медали я выбил свои на первых же соревнованиях. Это первое место на чемпионате Удмуртии было. В дальнейшем я продолжал быть призером наших кубков. Также выезжали мы за пределы Удмуртской республики, такие города, как Казань, Чайковский. Также мы там неоднократно становились призерами в их соревнованиях. Данный вид спорта требует от участников хорошей физической подготовки, технических навыков, а также наличия специального снаряжения. Мы ученицы Кикбаевской школы. Занимаемся туризмом 3 года. Все в 7 классе. Нам очень нравится туризм! С 11 апреля по 14 мая в Музее истории и культуры Среднего Прикамья будет работать выставка «Микроминиатюр. Дива под микроскопом». Микроминиатюра – редкий вид искусства, представляющий собой создание под микроскопом маленьких удивительных творений. Порой настолько маленьких, что их просто невозможно различить невооруженным взглядом. Каждый экспонат создается исключительно вручную под микроскопом. А вы видели подкованную блоху, а верблюдов в угольном ушке, а самую маленькую елку в мире? Все это, а также множество других удивительных работ вы можете увидеть на выставке «Микроминиатюр. Дива под микроскопом». На этом выпуск программы «Сарапул Вести» завершен. Впереди прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до следующего эфира и желаем побольше хороших вестей! «Микроминиатюр. Дива под микроскопом». Продолжение следует... Продолжение следует...